Дневной разворот Дмитрий Викторович, приветствуем вас в нашей студии, здрасте Ну так получится, что Основной это человек О котором мы сегодня будем говорить Он не с нами в студии, по делам Находится по личным и семейным, мы имеем ввиду Валерия Авдонина, это доцент Кафедры строительных конструкций и машин ВИАТГУ, который Очередную разработку, насколько мы понимаем Сделал, осуществил, и Это ему позволило получить президентский грант Так? Да, он занимается Разработкой вибропоглощающих Материалов Это материал Что я представляю Представьте пружину Металлическую Большую, маленькую? Ну любую К ней подвешиваем груз От этого его груза Пружина сразу же растянется Если бы эту пружину сделать Из вибропоглощающего материала То пружина и сразу бы растянулась А медленно, медленно бы груз опускался То есть бы Деформация отставала бы от нагрузки Понимаем Теперь другой случай Мы этот груз не только подвешиваем Но и начинаем его колебать То есть вверх-вниз, вверх-вниз Металлическая пружина Она будет успевать за грузом Деформироваться И получается большая Аптуда колебаний А пружина из вибропоглощающего материала Не успевает Колебаться Из-за этого получается Шок колебания Снижаются А если колебания происходят В звуковых частотах То и соответственно Уровень звука Уровень шума От этого тоже снижается На пружинах и делалось Это все в том числе? Это как образ пружины Демонстрация Как демонстрация А в автомобилях Например Металлические пластины Кузов автомобиля Он тоже Как пружина Колеблется И если Кузов автомобиля Не будет Такими материалами Отделан То В машине будут Вот эти шумы Которые От колебаний кузова Возникают Ну как водители Говорят Дорогу слышно Да И в первую очередь Это даже Заинтересует Любителей Так называемого Автозвука Вот Я видел Своими глазами Когда вот Кто-то ставит Сабвуфер мощный В заднюю часть Автомобиля Ну в багажник задний Да И когда включают Музыку Вот эти звуковые частоты Они Усиливаются Тонкими Элементами Багажники И Машина просто звенит Дребезжит Вот Поэтому В первую очередь Вот таким материалом Ведь у автомобилей Есть так называемая Штатная Автозвукоизоляция Шумоизоляция Вот Те кто любят Автозвук Они Не удовлетворены Этим решением Штатным И У нас есть Очень много Автосалонов Которые предлагают За Какую-то сумму Улучшить Дополнительную Дополнительную Звукоизоляцию И Тем самым Чтобы В автомобиле Было Комфортно Можно было Не просто ездить Но еще и Слушать музыку А вот сейчас Володя вопрос А как Дополнительную Шумоизоляцию Машина Это дополнительная Опция Точно так же Ремонт Проклеивают Есть Специальные Материалы Шумоизоляции Виброизоляции То есть Такой материал Которым проклеивается Туда внедряют Дополнительный материал Шумоизоляции Наклеивают На кузов На части На детали На двери На ниши Какие-то Обрабатывают Да И в итоге Двери Престают дребезжать И материал И машина Сноваится Акустически Качественно Все Материал Который Изобрел Валерий Авдонин Он Что это такое Это присадка Какому-то другому Материалу Это совершенно Другой Уникальный Продукт Что это Если Раньше Материалы Которые Используют Для шумопоглощения Они Были На основе Дешевого материала Битома Так называемого Наверное Все знают Что такое Битом У этого Материала У него Не очень Широкий Диапазон Когда этот Материал Работает То есть Битом Он при высоких Темпиатурах Он прощается Распавливается Начинает стекать А при низких Темпиатурах Ниже Нуля Градусов Замерзает И теряет Свои функции То есть Он работает При температуре Около Плюс 20 градусов Если за рубежом В комфортных условиях Погодных Где ниже нуля Редко опускается Такой материал Работает Замечательно То в наших Условиях Кирова А еще Дальше В арктических Зонах Где полгода Темпиатура Ниже нуля То Такие Решения Становятся Не Очень продуктивными Не целесообразными Ну и в жарких странах Где температура Соответственно выше Есть ведь страны Где плюс 30 Плюс 40 А там наоборот Там другая ситуация Там он уже Расплавляется И может просто Стечь с кузова Расплавиться Поэтому Нужны какие-то Новые Полимеры Которые Которые Могли Заменить Вот этот Дешевый Материал Тут видимо Возник Винил Ацетат Ну Сейчас Многие Разработки Они основаны На так называемом Бутилка Учуке У него Наоборот Другая ситуация У него Эффективная Работа Не плюс 20 А Очень хорошо В минусе В минус 40 Он начинает Только хорошо Работать То есть Это для Очень Может быть Суровых Условий Вот А вот Тот материал Который Обработал В наших Кировских Условиях Где у нас От нуля До минус 20 Это практически Вся зима Вот здесь Вот этот материал Этилен И не Ацетат Имеет Очень Хорошую Характеристики Характеристики То есть Здесь Тот материал Который мы Выбрали Имеет Такую перспективу Для работы В России Скажем так Где может Применяться Этот материал Хороший Пример Вы привели С автомобилем Личным Потому что Для меня Тоже Вот эти Шумы Вибрации Это то Что раздражает Машине Всегда Ты начинаешь Хлопать По панелькам Искать Где у тебя Что лежит Чего там Добежит Панель Начинаешь Как-то Отжимать Зажимать Что-то Вставлять В нее И понимаешь Что нужно Ехать В сервер Чтобы тебе Все Уплотнили В автомобиле Вот этот материал Который изобретен В недрах Вашего вуза Он Может Использоваться Как Это тоже Дополнительная Какая-то Пленка Или Его нужно Добавлять Просто В пластик Из которого Производится Машина Или металл Это пленка Которая наклеивается На металлическую пластину С внутренней стороны Соответственно С внутренней стороны Конечно Да Эта пленка Еще покрыта Фольгой Для того Чтобы Передать материалу Массово-бензостойкость Атмосферостойкость Чтобы не попадали Туда Возможно Бензин Маслаль Какие-то Другие Растворители То есть Произведя Эта пленка Это может производиться Как пленка Это выпускается Как пленка Метализированная И эту пленку Уже можно Использовать Например Для как раз Шумоизоляции Автомобиля И у нас Такие пленки Продаются Можно зайти В любой автосалон И спросить Можно ли купить Шумоизоляцию И там продается Вот у нас Законодатель МОД Здесь фирма Стандарт Пласт Это наша компания Это Ивановская Компания Она самая крупная По России Поэтому Вот я заходил Здесь у нас Магазин кажется Автоплюс называется Спросил Сколько ли у них Продается этих Материалов Скажет тоннами Продают Эти материалы Ну я думаю Да Если не все То большинство Все таки Автомобилистов Стремятся К тому Чтобы было Тихо Спокойно Чтобы ту же музыку Можно было Послушать Пообщаться Между собой А не слушать Дорогу Сложный ли этот Материал В производстве Где и кто Кто может Производить Ну его Могут Производить В Кирове Вы рассматривали Какие-то Технические Возможности Производства В Кирове В Кирове Законодательный Мод Нужны обсудим После короткого Перерыва Давайте паузу Продолжаем разговор С Юрием Юркиным Заведующим Кафедрой Строительных Конструкций Машин Вятского Госуниверситета Мы Рассказываем Об уникальных Разработках Которые Производят Сотрудники Вуза И как они Могут Внедряться В промышленность Насколько Они могут Быть полезны Каждому Из нас В быту Сейчас мы Говорим Об уникальном Виброизоляционном Материале Который Разработал Валерий Авдонин И Доцент Кафедры Строительных Конструкций Машин ВятГУ И сейчас Получил на него Президентский Грант В размере Миллион Рублей Я так понимаю Миллион Двести Миллион Двести И эти деньги Будут Пущены На Что Это Будет Поддержка Его Дальнейшее Развитие Этого Материала Так что Можно Было От Идеи Как раз Дойти До промышленного Внедрения Этого Материала То есть Провести Испытания На В реальности На технике Да Опытные Опытные Эксперименты Провести Это дело Дорогостоящее Что для этого Нужно Опытные Эксперименты Чтобы проводить Это надо будет Ряд машин Купить Каких-то И на них К счастью У нас Это есть То есть Лабораторная База Присутствует В Вятском Университете То есть Это будет В лаборатории Проводиться Испытание Или В полях Как-то Это в лаборатории Проводится В лаборатории То есть Конкретной Обклеенной Машины Не будет Нет Здесь Имеется Ввиду Что Опытное Именно Производство Чтобы Материал Можно Было На Предприятиях На Если мы делали Это на Маленьких Умарторном Оборудовании То здесь Уже Масштабирование Возможности Выготовления Материала На Массовом Производстве Вот сейчас Мы можем Непосредственно Изобретатели Героя Основного Нашего Валерий Авдонин Доцент Кафедры Строительных Конструкций Машин Вятского Госуниверситета С нами На связи Валерий Викторович Приветствуем Вас Добрый день Добрый день Ваш коллега Юрий Викторович Завкафедрой Собственно Уже Подробно Рассказал О этом Материале О его Характеристиках Мне В частности Интересно Почему Именно Вот Эта Отрасль Почему Именно В этом Направлении Вы пошли Ну На настоящий Момент Достаточно Динамично Развивается Автомобиль Строения Мы Видим Что Растут Продажи Автомобилей В том числе Производимых Российской Федерацией Ну Это Не секрет Что Российские Хотелось Как-то Улучшить Именно Качество Выпускаемых Автомобилей Попробовать Найти Применение Себя Своих Материалов В этой области А у вас Наверняка Был опыт Общения С отечественным Автопромом Да я так понимаю Да конечно Был В общем у вас Там накипело Видимо В том числе И личное Такое Мнение Автомобилиста Ну Не то что накипело Просто были Какие-то идеи Вот Решили применить Их здесь В этом направлении Сколько Времени у вас Заняла эта разработка От идеи До воплощения От идеи Идеи Это у нас Где-то в 2010 Году 2009 Да Вот Соответственно Мы развиваемся Идем дальше Подбираем Материалы Подбираем Применение Составы Вот То есть Это уже Получается Порядка 8-9 лет Порядка 8-9 лет На какой стадии Сейчас Вот это изобретение Есть конкретный Материал И нам вот Юрий Викторович Юркин Говорит Что Вот теперь Деньги гранта Которые вы Получаете Миллион 200 рублей Пойдут На Какие-то Дальнейшие Испытания Я-то думала Что уже Все Пленка есть Только запуская Ее в производство То есть Мы выпускаем Сейчас на Миллион 200 тысяч Этой пленки И будем Активно Продадим Побольше заработать Снова выпустить В магазины Поставлять На самом деле Что должно происходить Ну Смотрите Как бы Понятно Что материал Он не стоит На месте Он Ну как Наверное Как живой организм Растет Развивается Да Мы соответственно Тоже не стоим на месте Пытаемся его улучшить Основные показатели Это что Сделать Чтобы был материал тоньше Чтобы был легче Так как мы понимаем Если это применение Автомобиль строения Мы Дополнительно делаем Вибру Шумоизоляцию Мы прибавляем массу В автомобиле Прибавляем массу Соответственно В автомобиле строения Сейчас К облегчению машин Конечно Идет Конечно И даже если мы Это дорабатываем Где-то Уже купленный Автомобиль Настоятельно Мы увеличим Его массу Соответственно Увеличиваем Расход топлива Снижаем Какие-то Динамические Характеристики Чего бы хотелось Разбежать Вот Поэтому Наш материал Наша разработка Тоже не стоит На месте Мы пытаемся Развивать Улучшать Вот Поэтому Те идеи Которые есть На данный момент Вот Та финансовая помощь Которая есть Она пойдет На поддержку На развитие То есть Это проведение Дополнительных испытаний Поиск Соответственно Реклама себя Это участие В конференциях Да Публикация Статей Поиск Возможных Потребителей Продукции Вот Посмотрите То есть Вот сейчас Есть материал Который в принципе Уже можно Производить И продавать Правильно я понимаю Валерий В принципе Да Есть Он сравним По своим характеристикам С теми Материалами Которые Я имею ввиду Шумоизоляция Лучше А по другим Характеристикам Он сравним С теми материалами Которые Есть на рынке Раз уж мы Говорим Об утяжелении Например Еще о чем Если превосходит То насколько Он по своим Характеристикам Превосходит Или наоборот Отстает Пока Нет Конечно Если материал Остающий Во-первых Вы и конкурс Не поддержали И направление Зачем тогда Работать Материал Конечно Превосходит Показатели Тех существующих Которые Есть на рынке Соответственно Это меньше Масса Ну если Это говорить Там Квадратных метров Это где-то Процентов На 10 На 15 Меньше Масса За квадратный Метр Это улучшение Вибропоглощающих За счет чего Во-первых Увеличение Температурного Диапазона Работки То есть Не секрет Например Мы сейчас Зима Садимся В автомобиль И мы почему-то Острее чувствуем Все шумы Которые происходят Вне И которые Сходят Например В автомобиле Вы никогда Не замечали Это? Замечали Каждый день Это вот Как раз При отрицательной Температурах Материалы Работают хуже То есть Происходит Процесс Стеклование Вяжущего Соответственно Грубо говоря Там он Твердеет Соответственно Хуже поглощает Вот в этом направлении Мы работаем Увеличиваем Температурный диапазон Эффективного Вибропоглощения Как раз Например Если сравнивать С импортными Автомобилями Производители Они ведь Не нацелены На наши Климатические Производители Именно вибропоглощающих Материалов Имею ввиду Применяемых Они же не нацелены На наши Климатические Характеристики И поэтому Это важно Предложить Этот материал Автозаводам Которые у нас Здесь находятся Собирают машины Здесь Собирают машины Здесь На месте В том числе Все автомобили Которые По Договорам У нас Импортные Собираются В России Например Хотелось бы Комплектовать Нашими Комплектующими В том числе Шумовибропоглощающие Материалы Почему нет Валерий А себестоимость Производства Этого материала Может быть При увеличении Показателей Мы существенно Удорожаем Нет Да Ну здесь смотрите Мы Существенно Удорожаем Нет Мы же добиваем С того Сокращаем Массу А масса За счет Уменьшения Толщины Уменьшение Толщины Это уменьшение Расход материала Ну Простым Человеческим Языком Примерно Сопоставима Стоимость Со существующими Материалами Конечно Конечно Мы Там Опять же Я извиняюсь Опять же Нужно смотреть Что там Сравнивать Можно же Сделать Две линейки Стандарт И премиум Да Как у всех Материалов Есть То есть Это ценовая Политика Стандарта И ценовой Элемент Примерно Чуть похоже Чуть получше Теперь про Можно сделать Все-таки Работа ученого На создании Материала Завершается Где Вот я изобрел Материал Ну дальше Только над характеристиками Буду работать Или экономические Аспекты Само производство Маркетинг И прочее Вас тоже Интересует В этом задействованы Или вы просто Патент получили А дальше Лично Я считаю Что работа ученого Она не заканчивается Нужно материал вывозить Тем более Если он интересный Если он востребованный Его нужно вывозить На рынок Соответственно Добиваться Того Чтобы занять Определенную нишу У потребителей На рынке Чтобы себя покупали Ну и соответственно Дальше Нужно развивать Он не может Да вот скажите Вот скажите Можете сказать Я думаю Сейчас очень многие Автомобилисты Слушающие нас Заинтересовались Будет у них возможность Прям куда-то прийти И приобрести Материал Разработки Вятского Госуниверситета Или это от вас Не зависит Будет 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 Такая возможность Какие вы себе Ставите сроки Какие сроки Ну соответственно По плану графика К концу второго года Это получение патента И уже поиск Предприятия Кто готов Будет производить Наш материал К концу какого года Получение патента Второго года Следующего года В конце 2019 Года Получаете патент И И запуск Производства Вот смотрите Когда мы Имеем патент Соответственно Мы уже можем Свою идею Свой патент Кому-то продать Соответственно Ищем уже производство Либо же Наложим свое Либо же мы ищем Производителя Кто согласен Вот же прекрасная Совершенная идея Для Для Замещения Военной продукции Которую Производит Наше предприятие Нет разве У вас там есть Инжиниринговый Центр Который Придумывает Придумывает Новую Да Матери Новую продукцию Для нашей оборонки Они еще не интересовались этим Вы им Предлагали Нет Нет К сожалению Не звонили Нам А это будет интересно У Ивана Губина Спросить У меня еще один вопрос Тут созрел Насколько трудоемок В производстве Этот материал Может быть Сумасшедший завод Надо строить Для того чтобы его делать Специальные станки Специальные станки Там сырье Какое-то Исходные материалы Нет Нет Все это Стандартные Стандартные Установки То есть Известные Материалы То есть Такого Понимаете Когда мы Заведомо Закладываем Что-то уникальное Мы заведомо Увеличиваем Стоимость Итога Продукции Соответственно Ее будет Достаточно Сложно Вывести На этап Коммерциализации На рынке И еще один момент В настоящее время Опытные образцы Этого материала Есть Сколько-то Изготовлено Это Конечно Давайте проведем Лабораторное испытание Над моей машиной Я готова Поучаствовать Сколько метров Там выпустили Или километров Сколько метров Нет Ну там лента Не выпускаем Лента То есть Ну там Триста Я ведь к тому Какую-нибудь машину Успели уже Проклеить Этим материалом Ну У нас Аспирант И я себе Брал Немножко В свой личный Проклеил Так И Ну конечно Лучше Так Вот Мы договоримся После эфира Да Хорошо было Если бы Юрий Викторович Принес бы нам его Показал бы Во натуре Да Вообще История Конечно Такая Что Произвести Какой-то материал Продать патент И дальше Работать на развитие Материала Снова Там его Производить Патентовать И продавать Это конечно Одна сторона Вопроса Другая сторона Это внедрение Все-таки разработок Которые здесь есть Запатентованы В деятельность Предприятий Которые находятся На территории Керосской области Это уже Наверное Другой совершенно Аспект Мы об этом Тоже будем говорить С представителями ВУЗа Потому что я знаю Что задача такая Поставлена Безусловно Путей много Но тем не менее Хорошо бы Чтобы все это Новое Развивалось Производилось Прежде всего У нас Возможно Это тоже Позволит Совершить прорыв В новую экономику Региона А не только Заниматься Оборонной Промышленности Хотел Оборонной Промышленности Тоже Наверное Этот материал Можно Применять Танки Проклеивать Танки Чтобы внутри Было комфортно Самолеты Самолеты Да Любую технику В принципе Где есть Вибрация Вибрация Есть везде В любой технике В разработке У вас сейчас Только этот материал Или вы параллельно Занимаетесь Еще какими-то Вещами Есть определенные Идеи По поводу Улучшения Битонов Дорожных Применяемых Для щебеночномастичных Асфальтобетонов Это на такой Посевной стадии Идеи На посевной стадии Ну то есть Идея зародилась Буквально Где-то Месяца 4 назад Сейчас с химиками Общаемся Разговариваем Получится Не получится К чему хотите прийти Какого эффекта Достичь Достичь эффекта У нас есть На рынке Известные Импортные Добавки Применяемые Для улучшения Свой Сбитонов Дорожных В идеале Получить материал Не лучше Не хуже А лучше Лучше И вывести Его на рынок Потому что Он будет дешевле Соответственно Это будет способствовать Снижению стоимости Щебеночномастичного Асфальтобетона А что дает Битон в дорожном покрытии? Связывая Связывая щебенка Между собой Я девочка Я могу задать Такой вопрос? А можно Валерий Вот у вас еще О чем спрошу Уже не про материал Для автомобилей А про автомобили Как известно Сейчас ведущие Мировые автоконцерны Работают над созданием И уже созданы Электромобили И у нас руководство Страны Говорит о том Что в России Тоже у нас должны Быть свои электрокары И там уже Деньги тоже Выделяются Федеральные Огромные Причем В Вятском государственном Университете Будет разработан Свой электромобиль Я к сожалению Не компетент А что с вибрацией В электромобилях Кстати То же самое То же самое Ну конечно Что то же самое Ну вот Зачем Мы уже Поучаствовали В создании Электромобилей Спасибо Валерий Авдонин Доцент кафедры Строительных конструкций Машин Вятского Государственного Мы сейчас это скажем После перерыва Продолжаем разговор С представителями Вятского Государственного Университета Заведующий Кафедрой Строительных Конструкций И машин Вятского Госуниверситета Юрий Юркин У нас в гостях Только что Мы разговаривали С Валерием Авдонином Доцентом Нашего Вуза Опорного Который Изобрел Материал Снижающий Значительно Вибрацию И шум И шум И разбирали По косточкам Как это может быть Применено На примере Автомобилей Наших всем известных И конечно Сразу же думаешь Вот бы классно Если бы Значит сейчас У нас производство Развернулось Самолеты Машины Танки А квартиры Кстати Могут этим Материалом Быть обработаны У меня соседи Собираются въезжать Вот я думаю Что надо бы Стеночку Шумоизолировать В принципе Этот материал Используется Для любой Танкостенной Конструкции Что значит Танкостенная Конструкция Металлический Лист Например Вы можете Днище ванны Обклеить И тогда уже Когда вода Обмойку Или об ванну Стучит Вы знаете Шум От этого Очень хороший А это тоже Та же самая Сторона Что автомобиль Это бытовая У нас Танкостенных Конструкций В быту Очень много Подоконники Те же самые По нему Дождь стучит Тоже слышно Карнизы Карнизы Да То есть Иногда Тоже разножают Допустим Делают На балконе Да Вот остекляют И козырек Металлический Ставят Об нее Сверху Капает И Очень слышно Вот можно Как раз Обработать Крыши Они все-таки От Живого помещения Отделены Теплоизолирующим Своем Поэтому Не так Хорошо Практически Не доходит Звук От крыш Хотя Тоже Почему Это металлическая Крыша Как дождь Капает Слышно Кому-то Кому-то Ведь финансы Не позволяют Делают Бюджетные Варианты Без утепления Или с минимальным Утеплением С какими Ну Опять-таки Вот Некоторые Допустим В компьютеры Они же тоже Крышки металлические У некоторых Компьютеров Они достаточно Там мощные Кулеры охлаждения Тоже из-за этого Шумит компьютер Тоже можно И компьютеры Оклеить Стиральные машины Тоже вибрируют Тоже можно Стенки Оклеить Бытовую технику То есть везде Где используют Тонкий металл Везде Есть вибрации Где они Если техника Шумит Ждем 2020 года Когда Надеюсь Эта пленка Поступит уже В продажу Мы тоже На это Сейчас меня осенило Тут же еще Торговая марка Нужна какая-то Это если сами Будут произвести Название этого материала То есть какое-то Такое яркое Такое запатентованное Должно быть Да я так понимаю Пока еще Даже не придумать Мы уже в сторону Маркетинга Просто уже склоняемся Вы там кстати Что-то хотели добавить После того Как мы с Валерием Пообщались Ну как раз Про это я хотел О спектре Не только автомобили Самолеты Вагоны Суда Вагоны Обязательно Вагоны Даже новые вагоны Которые нас производят Дребезжат А вы начали Говорить о том Что Вот Валерий Авдонин Изобрел А ведь он Не один работал Как минимум С исполнителем Гранта Вот числится Алексей Володский Команда все-таки Работает Как это происходит Да Здесь у нас Работают команды Есть еще На кафедре Аспиранты Их сейчас Четверо Это выпускники вуза Это выпускники Нашего Есть и не нашего вуза Есть выпускница Томского университета Ага Томск приехал к нам Так Вот Есть наши выпускники Разных годов Аспиранты И четвертого года Обучение Третьего Второго И первого Все на разных уровнях Вот как раз Воской Алексей Он на третьем Обучается году То есть на этой теме Он вместе с Валерием Авдонином Работает Как минимум Уже год Он включил Свою работу Скоро ему защищаться У него надо будет Да И естественно Этот грант Поможет еще ему И защититься То есть Его Работа Кандидатская Сразу видно Что это не Просто работа Как говорят В стол Ради корочки То что Аспиранты видят Что Работа Научная Это Прибыльное дело И то что Сразу можно Внедрить в жизни И увидеть результат Своей деятельности Еще и зарабатывать Это очень показатель Так что Ваши команды Раз у вас Четыре аспиранта То явно Больше одного проекта Какие еще Может быть Проекты Сейчас в разработке И какие На стадии идеи Одну идею Мы уже услышали Доработать Битум Который Можно было бы Производить В России И сделать Альтернативным Заграничным Присадкам Ну и В конце концов Улучшить Качество Наших дорог Об этом Кировские дороги Будут самые Классные Дороги Вот это Одна из больных Тем Не только В городе Кирове Поэтому Над этим Темой Тоже Работаем Еще направление Это Разработка Материал Для Герметизации Трещин В этих же самых Автобильных Покрытиях Так чтобы Если уж Треснуло Трещин В асфальтном покрытии В дорогах Трескаются Да Чтобы Если трещину Вовремя Не задевать То Это Придет К тому Вода Попадет Вода При замерзании Расширяется Трещина Сильнее Расширяется И в итоге Приводит к тому Что Покрытие Приходит Негодность Вот как раз Сейчас Первокурсник Мой Аспирант Дали такую Такую тему Он сейчас Над этим Начал Работать Как еще раз Это называется Вы сказали Материал Герметик Герметик Для заделки Дорожных Каких-то Трещин Трещин Неровности Выбойн И так далее Интересно Студенту Этим заниматься Вы так Навязали ему Эту тему Или Все-таки Ее выбрал Я Не Навязываю Но рекомендую Но рекомендую Как и должен делать научный руководитель Конечно При выборе темы Это конечно Чтобы она была актуальная тема Ну и так Чтобы действительно Была она Коммерциализируем Чтобы она Чтобы не Наука ради науки А так Чтобы была польза Еще и Финансовый эффект Такой был Нашему народному хозяйству От разработки Что еще Для народного хозяйства Полезного Разрабатывать Тут уже сказал Что не все Можно сейчас Рассказать Может быть Какие-то женские штучки Чтобы женщине Герметизировать В быту Облегчить Свою жизнь Ну вот я уже Пленку-то взяла На заметку Я дождусь 20-го года Да Может быть Мне перепадет кусочек И пораньше Обязательно Спасибо Есть конечно Еще тема Но они Пока закрыты Закрыты Да Потому что они связаны С оборонной Оборонной Это заказ Или ваши собственные идеи Это Заказ Заказ Ну то есть Есть заказ Есть потребность В этих материалах Что-то сами можете Предлагать А на что-то У вас поступает Все-таки Заказ Вот дорожные Разработки Это инициатива Вашей кафедры Вашего вуза Вашей кафедры Складывается Такая действительно У вас Лаборатория Серьезная Которая может Работать над дорогами Да И Это здорово Потому что Если это будет Потихоньку Внедряться И в Кировской области В частности Хотя бы В качестве Эксперимента Это уже Такой серьезный Для нас Будет шаг Вперед У нас Здесь очень Мощная команда Межкафедеральная Мы работаем Очень тесно Институтом Химии и экологии У нас Очень Продуктивная Команда Получилась А вот что-то Изменилось Скажите Пожалуйста В связи С объединением Как раз Вузов Под одним Опорным Вузом Потому что Институт Химия и экология Это база Педовская Или ваша Это политеховская Была база А ну правильно Там другое Немножечко Направление А специалисты Кстати Педагогического Института Они никак Не задействованы В вашей работе Да Это другая Совершенна История Гуманитарная Не связанная С техникой А то вдруг Я думаю Может быть Как-то Кафедры Перестроились И новые Аспекты Возникли То что Специальности Возникли Новые Абсолютно Точно Мы пока В поиске Контактов Понятно Хорошо С гражданскими Необоронными Предприятиями Вы сотрудничаете Когда они Выходят На вас И просят Какие-то Рационализаторские Решения Может быть Улучшение Каких-то Процессов Механизмов И так далее Но это тоже Мне кажется Такая Существенная Сфера работы То что Можно делать Ну Обращаются Здесь Как нас Находят Это вот Мы Разрабатываем Патенты Они все Доступны Их Можно увидеть И если Кого-то Интересует Какая-то Разработка Этот человек В первую очередь Ищет Патентную Базу Если ему Эта разработка Нравится Он видит Патент Обладателей С нами Связывается Я не в курсе А патентная база Она в открытом доступе Да ФИПС Федеральный Я точно не помню Как это Я вот Когда мы с вами Говорили О вот этом Виброизоляционном Материале Как раз Хотела задать вопрос Есть ли Перспектива Этого материала На зарубежном рынке Но мы Частично ответили Уже на этот Мой вопрос Сказав Что прежде всего Он разрабатывался Для наших условий И рационально Его внедрять Например В автопром Который Производит Сборку машин Здесь На территории Нашей страны И машины Продает на территории Нашей страны Есть ведь еще Канада Скандинавия И так далее Мы можем Выходить На международные рынки Сейчас Ну да С нашими Странами С нашей страной Есть такие страны Как Швеция Финляндия Норвегия Только я не уверен Что там Что-то делают А шведский САП Все-таки Кажется Там все-таки Не делают Нет Швецию Подождите А чьи Вольво Получается Что Рынок Зарубежный Получается Довольно-таки Большой Конечно Так что Смело Можно выходить Да Ну кстати Мы упомянули Ассистента Не забыли Я боялся Что забудем Помощника Валерия Авдонина Кстати У него ведь Уже есть Патенты Это не первое Такое изобретение Это не первое Изобретение У нас написано Тут в подсказке Уже три патента Да В том числе Один международный Международный Это не секрет Что это Это тоже Обращающий материал Но на основе Бутилка Учука О чем я говорил Вначале Надо сказать Что мы выяснили Что Валерий Авдонин Довольно Просто его нет Сейчас в студии Довольно молодой человек Он где-то твой ровесник Да Володя 43 научных работы 4 индексируются В различных базах Международного Международного уровня Да А еще у него звание Инженера года 2016 Инженера года 2016 Это все Вот почему мы это делаем В дневных разворотах Рассказываем Потому что нужно понимать Что вообще Творится и с наукой И с практикой В нашем регионе Где могут применить Свои силы Свои мозги Молодые ученые Да и студенты Тоже Выходящие Приходящие в ВУЗ Должны понимать А что в итоге Получается Из всего этого Где потом он может Это применить Увидеть Плоды своих трудов И работ Каждый раз На самом деле Как праздник Когда приходят Представители ВУЗа Меня тут правда Валентин Николаевич Поругал даже В последний раз Что да ладно Светлана У вас тоже Все хорошо У нас то да Ректор ВятГУ У нас то да Но правда Это прямо очень ценно Когда есть достижения Есть практические достижения Абсолютно Которые сказываются Как вы говорите Юрий Викторович На народном хозяйстве Я бы сказала Что на кошельке Каждого горожанина нашего Каждого жителя Кировской области А может быть И всей страны Вот это работа Спасибо Спасибо Удачи вам Юрий Юркин Заведующий Кафедрой строительных конструкций Машин ВятГУ На этом завершается программа Дневной разворот Ровно через 20 минут Слушайте особое мнение Первого секретаря Обкома КПРФ Сергея Мамаева До свидания